Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Может ли человек заменить молитву в церкви личным общением с Богом? Господь, и хотелось бы для начала этот стих евангельский вспомнить, говорит, где двое трое соберутся во имя Мое, там я посреди них. Собираться по двое, по трое можно не только в церкви. Более того, церковь, экклесия, это и значит как раз собрание. То есть люди собрались вместе, чтобы Богу помолились. Это не обязательно делать в храмовом здании. Действительно, даже когда домашние собрались и вместе перед едой спели отче наш, родители с детками, очень все мило, это сохраняется, вот этой общей молитвой все равно личное общение с Богом. Потому что тут не нужно думать, что если кто-то там вместе с вами молится, и он как-то не так искренне общается, то ваши искренние молитвы это помешает. Нет, потому что Господь придет, и как вот если взять среднюю температуру по больнице, то есть стоит пять молящих, один искренний, другой неискренний, третий вообще безморожный, четвертый спит, там дремлет на ходу, и вот кажется, ой, а я вот пятый беру, и у меня же молитва, она будет уже суммарно не такая на искренне. Но Господь сказал, я посреди них, то есть если рядом с нами Господь совершенный, то уже наша молитва личная, вот так среднестатистически у каждого человека становится значительно более совершенной, чем если бы даже рядом с нами все святые молились. Поэтому здесь вот если это вас смущает, то не нужно этого бояться. Тем не менее, для этого необязательно в церковь идти. И более того, большинство богослужений суточного круга, они могут совершаться и келейно. И, собственно, монахи, отшельники, они так и совершали, они совершали богослужения, если они были книжные люди, были у них какие-то книги у себя просто в келье, и только там собирались в воскресный день богослужения. В особенно жительных монастырях, которые были более распространены в древности, чем монастыри общежительные, где уже было общее богослужение, общая трапеза, общее хозяйство, то есть привычные нам монастыри. Однако есть некоторые моменты общения с Богом, личного общения с Богом, тоже подчеркну, личного общения с Богом, которое невозможно без церкви. Да, потому что церковь невеста Христова, и приходя в церковь, мы соединяемся с небесным женихом Христом. Господь, Он нас спасает, не мы спасаемся, не мы тоже там с Господом помолились, договорились, Он нас в Царстве Небесное принял. Нет, Господь берет и для этого воплотился, чтобы нам послужить, проповедовать, но самое главное, Он идет, и грехи наши приглаждают к Христу. Идет, умирает, идет, Ему неохота, как человеку, Ему страшно, Ему больно, Ему обидно за неблагодарность, Он людям чудеса, исцеление, а Его сейчас будут пытать, убивать, обвинять, оплевывать, смеяться, ходить, пока Он к Христу будет распят. То есть Господь этого ничего не хочет. Но Он идет, и вот последний, Он идет жертвовать, и, конечно, Он прежде всего еще молится вот в Гефсиманском саду за апостолов, Господи, но вот прежде всего за этих, которые Ты дал мне, и их сохрани, за тех, кто к Нему откликнулся, тоже молится. И вот Он из этих любимых своих людей, Он просит, говорит, ну вот смотрите, примите, едите сей с тела Моя, пейте сей чашей, это кровь Моя Нового Завета, которая за вас и за многих других, изливаемая в оставлении грехов. И вот эта просьба Христа, если Господь нас попросил, попросил и еще подчеркивает, вот посмотрим в 22 главе Евангелия от Луки, 19 стих, и взяв хлев, и благодарив, преломил и подал им, говоря, сей с тела Моя, которое за вас предается, сие творите в Мое воспоминание. Если Он говорит, ну пожалуйста, творите это в Мое воспоминание. И как апостол Павел тоже говорит, ну вот кого-то Господь поставил на служение, все ли апостолы, все ли пороки, все ли имеют дарование исцелений, да, там, что главное нам к любви стремиться. Но тем не менее апостол Павел, утверждая иерархию степеней священства, наследие Духа Святаго в Церкви, он показывает, да, надо собраться. Надо собраться. И причем тоже есть некоторые такие неопротестантские отклонения, что нет, собрались на кухне, хлеб преломили, и ничего страшного, ну и заодно и поужинали тоже. Нет, апостол Павел тоже говорит, что это за бесчинство, что вы пришли сюда наедаться? Нет, не нужно там с собой на трапезу, потому что первые христиане прямо так и собирались в домах, и вот вместе просто кушали со столом. Апостол Павел в компании Христа и апостолов на Тайной Вечере, когда Христос возглавлял, и апостолы в трепете ждали, что же будет, было нужное благоговение. В компании людей, первых христиан, которые тоже были готовы даже на смерть за Христа идти, и многие шли, уже этого благоговения не было, и апостол Павел говорит, не нужно, не нужно вам это, разведите эти вещи, да, потому что вот Господь просил творить это мое воспоминание. И поэтому все-таки мы идем в Церковь. В Церковь идем для личного общения с Богом в таинствах, потому что таинство Церкви, кричение, миропомазание, покаяние, причастие, брак, таинство священства, это те таинства, где происходят личные отношения человека и Бога, сколько бы людей в этом таинстве не принимало. Там раз на Пасху причастилось 500 человек, все равно каждый из этих 500 человек выстроил личные отношения с Богом, который в его душу и тело вошел. Кто-то через это к Богу приблизился, и Господь попалил его грехи и совершенным сотворил. И как апостол Павел говорил, живу не я, но живет во мне Христос. А кто-то через это осудился. Поэтому, конечно, молитесь дома, если вам удобнее больше. Да, там, если вам охота почитать вечернюю службу, по вечере, в домашних условиях, вы разбираетесь тоже в каких-то уставных вещах, но тоже там тяжело до храма дойти по здоровью, тоже помните. Но для того, чтобы соединиться со Христом, Церковь нужна. И даже если тоже здоровье не позволяет до Церкви дойти, священник придет и причтит вас на дому, но, тем не менее, все равно это не значит, что вы будете от Церкви отделены, потому что по молитвам Церкви, на Божественной Литургии, где собрались верные, и вы к числу этих верных, и к числу этого стада избранного Христова, который он спасает, приобщитесь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok